Переходим к клиническим демонстрациям дистанционного введения больных. Всего хорошего с острым ковидом. Теперь расскажем о нашей практике лечения этих больных. Пожалуйста, Любовь Сергеевна Краснова, доцент кафедры общей врачебной практики 1-го меда. Так, я не знаю, мне выключаться или я буду комментировать походу? Да, можно, наверное, комментировать. Хорошо, давайте тогда прям сразу. Будет интереснее, да, доброе во времени суток. Мы уже привыкли говорить так, потому что нас смотрят с разным часовым поясом. Я очень рада сегодня выступить и показать наши результаты. Выбрала я три случая для демонстрации, для понимания, какие сложности, да, все-таки дистанционное консультирование, совет, это наше будущее, точнее уже даже настоящее, поэтому какие-то нюансы, на которые нужно обратить внимание, буду рассказывать. Значит, первый случай, это мужчина, 31 год, наблюдался у нас две недели, ну, вы все знаете, что у нас две недели идет сопровождение пациентов, все-таки буду называть. У нас нет пациентов, у нас все-таки больные. С чем была сложность сразу, сразу он обозначил то, что он имеет врожденное заболевание, это сцепленное с X-хромосомой агамоглобулиной миа, то есть это сразу вот шел такой акцент на это. Ну и дальше в описании своего состояния я не буду подробно говорить про все каждодневные жалобы, да, я буду говорить как-то в целом, делая акцент на температуру и на сатурацию, да, на то, что мы прежде всего обращаем внимание на динамику именно температуры и сатурации. Ну и здесь, конечно, можно понять, да, вот этот крик души в конце, что до врачей не дозвониться, понятно, сейчас идет большая нагрузка, что он боится умереть и в больницу боится попасть, да, потому что его там, как он считает, просто убьют. Ну, первая неделя до нашего обращения была сначала субфибрильная температура, вот это, как и у всех, обычно она небольшая первую неделю, а высокие цифры достигаются уже начиная со второй недели, и здесь было выполнено КТ-исследование, был определен вирус с помощью ПЦР, коронавирус, и, значит, по КТ от 16 ноября поражение описано было как 15%. Ну и принимал он весь стандартный набор, и цитрамон, и парацетамол, и аспирин, антибиотики, витамины, то, что все мы и всю назначают. Я даже удивляюсь, как у людей, в общем-то, выдерживают организмы, да, получать по 5-10 тысяч витамина Д, но это отдельная тема, ладно. Ну и все наверняка знают, что основой наших рекомендаций под эгидой Московского научного городского общества основной акцент идет на применение антикоагулянтов, что, собственно, он и тоже начал. Ну и в связи с тем, то есть до обращения еще, и в связи с тем, что на фоне применения их температура не уходила, было сразу принято решение назначить преднизолом. И если кто-то еще не знает, опять же, в рекомендациях МГНОТ преднизолон дается в таблетках. Конечно, этого не делают доктора и почему-то назначают инъекции, хотя проще и эффективнее принимать его в таблетках. Так, мне пишут, что плохое соединение. Да нет, все нормально. Ну, не очень хорошо, но нормально. Значит, первая дозировка – это 30 миллиграмм. Это идет добавление к антикоагулянтам пароральным. В течение трех дней мы наблюдали… Я здесь сделала как бы разброс, если вы видите на графике, максимальная и минимальная температура, потому что, конечно, мы видим, что на преднизолоне она падает. Сначала было так. Потом, да, дополнительно уже все-таки она высокая, и вы посмотрите, сатурация тоже начала снижаться, и преднизолон через три дня был увеличен ровно в два раза, соответственно, рекомендациям. Да, спасибо. Здесь температура немного ушла, на градус практически, но все равно она продолжала быть высокой. И, конечно, в эти моменты, если посмотреть на жалобы, то это кашель, это тяжесть в грудной клетке, это ком в горле стандартно, мокрота трудноотходящая. Мы ее называем не мокротой, да, потому что мы знаем, что это не воспаление, не пневмония, это такая, как слизь, она желтоватая-белесоватая, бывает с прожилками крови, бывает и здесь с зеленым, с коричневым, с каким только не описывается оттенком, не надо пугаться, это нормально, это характерно. Была однократно рвота, головная боль, естественно, и даже как спазмы при кашле, при высокой температуре, вот такие основные жалобы были. Также хочу сказать, что вначале пациент больной писал сам, а потом стала писать супруга, это тоже, да, когда нет сил, вот это тоже многие пишут за своих родственников. Здесь тоже может быть сложность, потому что каждый через другие руки может воспринимать информацию по-другому. Но дополнительно было принято решение добавить антибиотик, потому что никак больной не мог сделать анализы, да, он положительный ПЦР, он не может выйти, ну, на лаборатории на дом к таким не приезжают, в общем-то сложности имеют место быть, безусловно. Ну и дополнительно, конечно, температура сбивалась, рекомендуем всегда это делать при помощи анальгина или баралгина, потому что температура имеет центральный генез, да, и мы знаем, что анальгин в этом случае должен работать. Кстати, многие спрашивают про спирт, про ингаляции спиртом, тоже помогает, потому что спирт тоже снимает температуру центрального генеза. Нет, нет, но только не ингаляция, а про ингаляции. Ингаляции мы не рекомендуем. Мы не рекомендуем, это стало популярным, и я вот сейчас просто это озвучиваю, многие об этом спрашивают. Дальше мы стали увеличивать преднизолон до 100 мг, ну, чуть-чуть, да, отмечалось там какое-то снижение, но падала вниз сатурация, и, конечно, настоятельно, да, был рекомендован кислород, да, либо госпитализация, либо это использование, если категорически больной отказывается от госпитализации, да, то в рекомендациях идет кислородный концентратор или баллон кислородный в аренду можно взять. Ну, здесь сработали личные связи, так я скажу, да, и больного направили в стационар с учетом его вот этих особенностей, да, врожденной вот этой вот патологии, где его удалось стабилизировать. Сразу дальше покажу, да. Ну, и он продолжает там находиться, я выясняла пока еще до сих пор, какой здесь нюанс. Когда его госпитализировали, сказали, что поражение легких было 75%, что, ну, понятно, делали стандартные, да, иммунодепрессанты, или как их называют, биологию, да, это так пациенты пишут. Ну, все то же самое, дексаметазон только парентерально в стационаре, все парентерально, да, значит, антикоагулянты парентерально, и спустя буквально там несколько дней температура у него нормализовалась, немножечко сначала он находился на кислороде, и потом, смотрите, уже 4-го числа уже он перестал дополнительно его получать. Ну, и, конечно, у нас был вопрос, что же такое 75% было поражение, что же они там видели, да, если все так быстро нормализовалось и не было проблем. И когда пересмотрели, действительно была какая-то ошибка, не 75%, а 45% написали. Они часто складывают правое, левое, легкое, получается, в результате 75%. Да, мы знаем, да, что они складывают с одной стороны и с другой, и получается очень как-то много. Ну, вот такой случай. Следующий... Там поражение печени осталось все-таки? Да, 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 да. Сейчас после того, как, ну, вводили вот этот вот... Биологический препарат. Да, мы знаем, что часто идет осложнение на печень. И вот сейчас действительно они вот пока его не выписывают, пока наблюдают. Значит, ну, я бы хотел просто отметить два слова, что обычно мы таких больных, конечно, не госпитализируем, ведем их дома. Но, учитывая гамма-глобулиномии, совершенно для нас непонятно, отсутствие какой-либо информации от больного по тому, как ему поставили диагноз, что с ним делали. Более того, он получал какое-то время заместительную терапию, потом перестал получать заместительную терапию. Но согласитесь, что агамма-глобулиномия это вообще какая-то такая запредельная ситуация. Вот. Поэтому мы сочли для себя возможным договориться, чтобы его в гематологию перевели. Ну, и там вы видите, что практически сразу, на следующий же день после госпитализации, все нормализовалось. Вот. В принципе, терапия та же самая. Ну, те же антикоагулянты, те же гормоны. То есть, практически он вышел на нашей терапии. Мы, конечно, немножко присели от 75%, потому что сатурация, ну, 90% в общем ни о чем. Даже концентратор тут еще поговорить можно на эту тему. И вдруг 75%. Ну, так не бывает. Оказалось, что даже и 45%. Ну, бог с ними, с процентами. Точно совершенно нет корреляции между сатурацией и процентами поражения легких. На это надо обращать внимание. Мы вообще противники КТ, потому что получается формальная тяжесть, которая никак не коррелирует с реальней. Дальше. Да, спасибо. Я как раз вторым случаем хочу представить похожую ситуацию, которая, наверное, даже благодаря самому больному, который не боялся, да, который, ну, с доверием, да, к нам выполнял все. И вот похожая ситуация, конечно, без врожденного заболевания, но он справился дома на кислороде. То есть, ну, значит, примерно в то же время, в ноябре, две недели мы наблюдали, это мужчина, 37 лет, тоже с подтвержденным ПЦРом, причем... Нет, там отрицательный ПЦР вроде бы. Значит, нет, вначале, когда... Ну, ладно, это не принципиально. Да, когда он описывал ситуацию и тоже, значит, сделал КТ еще до обращения к нам, на КТ показало 30%, и тогда, на тот момент, ПЦР был отрицательный. К нам он обратился 29-го, а повторный ПЦР положительный был через два дня после обращения к нам. Ну, я уже, конечно, не говорю о том, что постоянно идет давление на пациентов, вам надо лечь в больницу после любого КТ, хоть там 15%, до 15% или больше. Это понятно, да? Не обсуждаем этот момент. И, ну, в дальнейшем, значит, что получилось? А вдруг пациент меня, больной меня спрашивает, как быть мне со вторым антикоагулянтом, мне должны его принести, я еще его не начал. А, естественно, у меня вопрос, в глазах, да, зачем второй у нас, либо один какой-то из трех предложенных по нашим рекомендациям. И больной скидывает назначение дежурного врача, где вот красного, посмотрите, идет назначение Эликвис 2,5 мг два раза в день в течение месяца, Ксарелта 10 мг один раз в день под контролем МНО. То есть здесь непонятно, что это или, или, то есть, естественно, больной думает, что надо и то, и другое, да? То есть вот такие... Контроль МНО очень разумный. Ну, контроль МНО – это отдельная тема, это хорошо еще не называют, там, апексабан в скобках Ксарелта, такие тоже есть чудеса, но, тем не менее, вот эта путаница, да, она возникает. Но дексаметазон здесь, смотрите, в таблетках, да, не в инъекциях, как мы привыкли, но, естественно, со снижением дозировки, как обычно, все вот по классике, то, чего мы не применяем, не рекомендуем, мы отменяем сразу. Ну, и по динамике, что тут получилось? Более-менее сначала была реакция, вернее, не так, также на дозировку 30 температура не снижалась, падала сатурация, преднизолон был увеличен в два раза, причем, так как больной уже принимал и ликвиз, в рекомендуемых нами дозах, он, мы сразу дали ему, рекомендовали ему преднизолон, потому что мы здесь уже не смотрели, да, там, три дня, как он будет реагировать на прием антикоагулянта. Вот, но здесь очень четко видно, да, как пошла вниз сатурация, и вот этот вот момент как раз, да, когда больной не лег в больницу, хотя, конечно, мы об этом говорим, что нужен кислород. И вариантов два, либо в больнице, потому что там он есть всегда, доступ 24 часа, либо его нужно тогда каким-то образом приобретать. Вот, здесь был кислородный концентратор, увеличен преднизолон в два раза, и на второй день увеличенной дозы сразу вниз, да, пошел спад температуры и постепенный, постепенный, постепенный подъем сатурации, да, на кислороде. Потом кислород все меньше и меньше, ну, они называют их процедурами, да, то есть, конечно, это пронпозиция на животе, безусловно, тоже для тех, кто может. Дополнительно, что мы смотрим? Если мы даем преднизолон, обращаем внимание на уровень сахара крови, да, мы знаем, что преднизолон его повышает. И если это пожилые пациенты, да, обязательно мы это контролируем. И здесь, смотрите, очень часто наблюдается ситуация, когда температура опускается ниже 36, и больные тоже сначала пугаются, что это за температура, и она так достаточно долго может сохраняться. То есть это нормально, мы это часто видим. То есть вот эти перепады в температуре, перепады в давлении, перепады в частоте сердечных сокращений, допустим, все это тоже видно, и это все возможно. Здесь были выполнены анализы, да, если посмотреть, то никакой там катастрофы, да, нет в общем анализе, да, это нормальный уровень гликоцитов, хотя антибиотик там тоже был присоединен. Сое, да, повышено сое. Конечно, мы видим маркеры воспаления, да, они тоже здесь повышались. Ну и, как я уже отметила, вот эта благодарность нам, но и она взаимная, потому что здесь больной не испугался, да, не, часто мы видим не только сами больные, а родственники, причем потом больные пишут, вот мои дети от меня избавились. Ну по-разному, то есть то ли это с сарказмом, то ли нет, мы не знаем, то есть, конечно, это работа... Здесь орфография сохранена, да? Да, да, я, это, да, это скриншот. Конечно, это большая работа каждого, и решение принять бывает сложно. И третий случай, здесь женщина 75... Сейчас, я прошу прощения, а сахара 30, это другой больной, да? Это другой, да. Значит, такой тоже был случай, что вдруг, мы сахара-то особенный, конечно, не смотрим, вдруг у человека сахар 30, глюкоза, крови. Мы немножко присели, Любовь Сергеевна, так, по-моему, сползла со стула, вот, стали спрашивать, а вообще диабет-то есть? Нет, у меня диабета нет, а что мы никогда глюкозу не смотрели? Зачем нам это надо? Вот, и мы, конечно, на 30 настояли на вызове скорой помощи и отправке в стационар. Там снизился сахар, но такое впечатление, что это была даже не манифестация диабета, а просто человек с сахарным диабетом, и это не осложнение как таковое, преднизолонное, как мы сначала решили, потому что преднизолон всё-таки таких сахаров не даёт. А это просто, ну, поднялся сахар у больного, который никогда его не контролировал и просто жил со своими сахарами. Так что снижение там на фоне терапии, там инсулин был и всё, если я правильно помню, вы меня поправьте, там было 20 с чем-то, то есть это всё равно никакой нормы там достигнуто не было. Да, правильно я понимаю? Да, да, но она достигнута была постепенно, потом в стационаре на инсулине, всё верно, и почему мы так решили, это было буквально на второй день, то есть это история, действительно в анамнезе мы ничего о нём не знали, вернее у него не было сахара, он никогда его не контролировал, то есть всё было замечательно, и вдруг резко такой подъём, и, конечно, справиться дома с таким подъёмом, ну просто непредсказуемо. Не, ну если бы это был бы диабетик хроник, который... Это один разговор, когда мы впервые в жизни видим 30, конечно. Я не стала этот случай представлять, потому что он всего два дня у нас был, и там ни анализов, ничего, ну не очень показательно, вот только если рассказать в двух словах. как, да, что у нас бывают сложности. Да. Ну и возвращаясь к третьему случаю, здесь женщина 75 лет, естественно, с анамнезом отягощённым и со стороны сердца, и со стороны почек, и желудочно-кишечный тракт, и клещ у неё укусил, гепатит В, ну в общем здесь много всего, и сложность на самом деле не в этом, а в том, что писала за неё, по-моему, даже племянница, которая живёт в одном месте, а эта больная в другом месте, и это всё происходило путём общения их по телефону, и она мне информацию эту передаёт, да, то есть вот это, конечно, сложность. Но, как вы видите, уже был приём ксорелты два раза по 10 миллиграмм, с уточнением, что на нашем сайте есть информация, то есть люди изучают, люди вникают, люди готовы, вот, ну кто-то осуждает ответственное самолечение, на самом деле мы видим, что это правильные люди спокойно реагируют, да, на эту информацию, и тоже взвешивают, и задают очень правильные вопросы всегда. Ну, соответственно, да, температура, ПЦР подтверждённый тоже здесь, так, по динамике сразу пошёл, да, преднизолон, сначала 30, температура не снижалась, но сатурация при этом сохранялась более-менее на одном уровне всё время, вот вы видите, да, если у предыдущих случаев там температура ушла, а сатурация, вернее, сатурация падала, да, здесь она не падала, преднизолон увеличили, пошёл спад температуры, но не такой значительный, то есть она как-то всегда оставалась в пределах до 38, и там один момент было 38, но, конечно, мы всегда имеем остороженность к присоединению бактериальной инфекции и здесь были выполнены анализы два раза, вот в начале, сейчас я покажу, что удивительно, нет корреляции тяжести состояния не только по КТ, но и по определённым анализам, да, которые мы вот смотрим, общий анализ крови, здесь у неё вообще ничего не было изменено, да, здесь вот эпизод, вы видите только снижение уровня тромбоцитов, причём сразу скажу, никак мы на него не реагировали, мы не отменяли антикоагулянтную терапию, да, потому что по дополнительным вопросам, я даже, знаете, как делаю, если я вижу, у меня был случай, пришли тромбоциты девять, и вопрос, естественно, встал отменять антикоагулянты или нет, и я прошу больных выполнить у себя синдром щипка, симптом щипка, да, то есть мы, они здесь вот у меня щипают, фотографируются, есть синячок или нет, присылают, и мы смотрим, и мы решаем, что делать, таких уже было несколько случаев, когда это ошибка лаборатории, и решение принималось оставить антикоагулянты, да, потому что, ну, как бы, мы всегда взвешиваем, да, жизненно важные необходимости применения, да, и каких-то побочных эффектов. Ну, и дальше, второй раз, когда вот температура не уходила, а оставался такой субфибрилитет, это через неделю был выполнен повтор, ну, тромбоциты здесь нормальные, почти 300 тысяч, только наоборот, подъем скорости оседания вылез, то есть, если первый раз его не было, сейчас он поднялся, дополнительно, сразу было рекомендовано выполнить анализ мочи, и здесь мы видим, что и низкий удельный вес, и есть пиурия, то есть, скорее всего, вот это вот, это не пиурия, все-таки лейкоцитурия, ладно уж, пиурия, тут еще не пахнет, это не все поля зрения, густо покрытые, лейкоцитурия, лейкоцитурия, сперматозоидов не обнаружено, вот это важно, все-таки, 5 лет у женщины, это ладно, так я уж, извините, вот, ну, соответственно, да, антибиотики были назначены на вот эту вот бакинфекцию, как мы выражаемся, хотя по крови там ничего не было, и, соответственно, дальше она будет наблюдаться по месту жительства участковым врачом, но я хочу здесь что сказать? В промежутке. В промежутке, да, какая была сложность, вдруг 5-го числа поступает информация от нее родственницы, да, что у нее черный стул, и что делать, и что она боится, она что, что уже пора в больницу. Ну, наводящими вопросами, да, однократный стул, оформленный, неоформленный, то есть нужно решать, есть ли эпизод кровотечения, да, желудочного, и надо просто вызывать скорую и госпитализироваться. Ну, и, соответственно, потом поступает уже где-то часа, наверное, через три, ну, то есть понятно, что стул однократный, да, и уже часа через три поступает информация, что она ела чернику. и доктор такой выдыхает, и катарсис, понимаете, то есть есть, кстати, катарсис, оказывается, тоже есть медицинский катарсис, вот он такой, вот он наступил в этот момент, потому что, конечно, это вот, ну, вот с этим мы имеем дело, вот такие сложности, да. Ну, вот, наверное, все, я хотела уложиться в свое время, конечно, много случаев, много больных, много интересных, ну, я думаю, мы продолжим доклады. Да, но я хочу сказать, что количество больных тяжелых немножко пошло действительно вниз, я вот сегодня перелистывал, если мы говорили там про 20% тяжелых, еще недавно 22-23, то сейчас, я бы сказал, процентов 10 их стало. Вот, то ли действительно у нас поменялся штамм, который нам подпустили откуда-то, как сказал господин Чумаков, то ли что-то еще произошло, но такого потяжеления я сейчас не наблюдаю. То есть, они остаются тяжелые, больные, их не было в прошлом году, но чтобы их стало больше, пока нет. Вот, тем не менее, конечно, каждый случай для нас это отдельная тема, отдельная головная боль, потому что мы же не знаем, что будет с больным. хорошо, черный стул, вы же понимаете, что черный стул, это всегда прямое показание для госпитализации. Ну, правда, иногда чернику, но я должен заметить, имейте в виду, друзья мои, кроме черники, еще есть чернила каракатицы. и не смейтесь, пожалуйста, потому что можно съесть бургер с чернилами каракатицы, можно съесть пасту с чернилами каракатицы, и цвет стула при этом, ну, это просто милена-миленой. Ну, просто имейте в виду, что это бывает, поэтому наблюдайте. И запить красным вином, вино тоже меняется. Ну, вино так не дает, нет, а вот эти чернила, они жуткие совершенно, они просто прокрашивают насмерть. Ну, хорошо, спасибо, тогда мы переходим к последнему докладу, я постараюсь, что, возникали температурные свечки, приходилось, нет, не приходилось нам назначать повторно преднизолон, все свечки, которые мы видим, мы используем антибиотики, и как вы видели только, что в докладе, часто это какая-то инфекция мочевая вылезает, еще что-то такое, преднизолону мы не возвращались, по-моему, я не помню, что мы возвращались. У меня не было. Один случай, когда нам не удалось купировать на обычной дозе 12 таблеток, и мы дали 100 миллиграмм, он перед вами сегодня был продемонстрирован, может быть, мы не дождались эффекта, может быть, мы, конечно, струхнули и дали слабину, и можно было подождать еще день-другой, но это ведь, как теперь определишь, человек здоров, но возврат к преднизолону у нас не было. Сколько дней можно принимать преднизолон в большой дозе? Ну, неделю точно можно. Да что можно? Можно хоть всю жизнь. Вопрос в том, что вы хотите от этого иметь. Мы, значит, эти дозировки, они из гематологии пришли. И мы такими дозами лечим аутоиммунную идиопатическую тромбоцитпению. Там обычно, ну, дней 10 даешь 100 миллиграмм, потом бросаешь. Это всегда не очень трудно, не очень легко, потому что вдруг вернется. Это все такие есть. Ну, в общем, это как бы отработанные технологии, ничего особенного в этом нет. Ну, и при гемобластозе же тоже большие дозы, тоже короткими курсами. Это тоже все известно. Вообще, наши опасения к преднизолону, они чрезвычайно большие, эти предубеждения ничем не обоснованы, все эти схемы постепенной отмены, это полная глупость, потому что мы даем, обратите внимание, один раз в сутки, утром. То есть, мы даем большую дозу, мы блокируем воспалительную реакцию, но мы не влияем на функцию надпочек, потому что преднизолон очень быстро уходит. А если вы даете три раза в день, то вы блокируете надпочеки. И это принципиально совершенно разный подход, поэтому мы, так сказать, идем вот по этой схеме, она еще Кассирским была предложена, она изложена в его книгах, но ей уже, извините, лет 70 получается. Потому что Кассирский от 70-х годов, по-моему, книжка 60-х годов. Хорошо. Спасибо. Спасибо.